Друзья, привет, меня зовут Игорь. Год назад я выступал и презентовал сервис TrackSlow. Это музыкальный сервис с социальными функциями. Там можно слушать музыку, составлять плейлисты и все прочее. Ничего, в принципе, сверхъестественного. Просто нужно сделать лучше, чем у других. Так вот, мы запустили Альфу, мы раздали кучу инвайтов и прошел год. Я заранее скажу, у меня не доклад, я вас ничего не научу сегодня, можете расслабиться. Это просто объявление, очень маленькое. Мы хотели на следующей неделе презентовать бету и, соответственно, уже запускаться, потому что все это было альфа, она была кривая, тут мы сделали. Сегодня такое мероприятие, я решил всех пригласить заранее, посмотреть, что мы покажем на следующей неделе. Ну, конечно, наверное, информация как-то разойдется, но тем не менее, вы увидите первыми. А пока отчет маленький. Прошел один год, у нас не было никакой активности маркетинговой, прям такой жесткой, никакой рекламы. Мы писали на Хаббер статьи, мы получили 36 тысяч с лишним регистрацией, люди создали 46 тысяч плейлистов, поставили 389 тысяч лайков, треков. Вот сколько треков они прослушали вместе. Это 8 миллионов 910 тысяч. Суммарно это 594 тысячи часов и 68 лет. Это немного, наверное. Ну, вот. Что хочется сказать. Вы, наверное, все видели, как запустился iTunes Россия, что там было у него на главной. Вы все, может быть, заходили на Яндекс.Музыку и видели треки, которые самые популярные. У нас вот они немножечко другие. Вы, наверное, знаете их все. Что хочется сказать. Просто мы собрали аудиторию, которая немножечко отличается. Она русская тоже аудитория, но вот она отличается. У нас не так, как у других. Ни Стас Михайлов, ни Вайнга и ни Григорий Лепс. Мне кажется, что это хорошо. Это уютно и прекрасно. Сейчас я расскажу, что мы сделали нового. И почему это круто. Во-первых, у нас есть так называемый поток. Это привычная всем лента. Лента новостей или фит, или как угодно. Но у нас там можно было постить только треки. Сейчас там можно постить фотографии, плейлисты, альбомы, артистов и даже видео. То есть это такая более-менее полноценная лента стала. Можно следить за друзьями, естественно. Можно подписываться на артистов. И можно делиться. Делиться лучшим. Мы открыли сайт без регистрации. То есть теперь вы можете поделиться альбомом или плейлистом, и все ваши друзья смогут зайти на эту страницу и смогут прямо послушать. Такого нету, допустим, там в Spotify. Вы не можете просто так поделиться плейлистом. Ну, то есть нужен аккаунт, чтобы послушать. У нас не обязательно. Мы разрешили всем редактировать все. То есть если вы видите какую-то ошибку в альбоме, вы можете ее исправить. Если вы первыми узнали о выходе нового альбома, вы можете первыми его добавить. Из этого вытекающий простой момент. Одни люди подписываются на артистов, а другие люди добавляют, допустим, новинки. И тогда ты, подписавшись на артиста, увидишь его новинки самым первым. И даже до выпуска. Вот так интернет устроен, так устроена среда, что новинки на самом деле появляются тогда, когда еще только предзаказы. У нас они уже будут, их можно будет послушать. Есть приятные мелочи. Можно прямо вконтакте вставить наше сердечко, и тогда треки будут в трек слова попадать. Это нужно поставить расширение. Для браузера ничего сверхъестественного, но удобно. Можно вместе редактировать плейлисты. То есть вы там добавили, допустим, лучшие треки для занятия спортом. И открыли этот плейлист для друзей. И ваши друзья могут добавлять туда треки. То есть они не могут удалять, не могут менять порядок, но могут добавлять. А ваше дело уже там удалить, согласиться, не согласиться, сказать спасибо. И мы делаем импорт всех ваших аудиозаписей Toplast.fm и ваши аудиозаписи ВКонтакте. То есть информация оттуда появится сразу у нас, у вас будет что послушать сразу же. Вот так. То есть мы решили перейти на дизайн плоский, дизайн без каких-либо объемов, без растровых элементов управления. То есть у нас не будет, в принципе, никаких растровых иконок. Это все SVG, это все CSS и, да, свек-иконки. Иконки свек. Ну и вот. И это сильно увеличило быстродействие сайта. Да что с... Так. Еще все, естественно, еще и перекрасили. Перекрасили в мягкую такую комфортную сейчас любимую на дрибле палитру, когда цвета не яркие, они не кричат, они такие слегка блеклые. Зато это приятно глазу. Вот тут сейчас уже все работает. И знаете, это только вы. Вот. Спасибо. Професс-дизайн. Если есть какие-то вопросы, я не знаю, я имею право на... Нет? Нет? Только такие, на пару минут. Вы же бесплатный сервис? Да, бесплатно все. Какая у вас монетизация? Если мы бесплатный сервис, у нас вот сейчас монетизация не запущена. Мы не берем с пользователей денег. И у нас есть планы, но мы о них рассказывать не будем. То есть у нас есть одно только правило четкое. То, что мы дали бесплатно, мы никогда не заберем. Тогда еще один вопрос. Как у вас с авторскими правами? Мы не храним контент, мы ищем его в сети, поэтому никак. Зачем они нам? Нет, загружать нельзя. Ну, негде, куда загружать? Зачем? В интернете столько мест, куда загружать. Ну, решена ли проблема... Игорь, привет. Решена ли проблема, когда артиста называют по-разному? Кто-то пишет фамилию, имя, кто-то фамилия... Ну, то есть наоборот, кто-то с ошибками. И в итоге ты вроде как ищешь, а находишь параллельно несколько. Такая проблема есть. Но она не является проблемой, потому что в основном, то есть вот из ста человек все понимают, что там Адель пишется вот так-то. И есть, допустим, два человека, которые могут что-то неправильно написать. Это не создает как таковой проблемы. Есть какая-то маленькая доля мусора, которая к нам попадает, но она незначительна, чтобы из-за этого переживать. А вообще что, фамилия, имя, я даже не знаю. Ну, какие артисты по фамилии? Ну, только Стас Михайлов, можно перепутать Михайлов. Нет, не только Стас Михайлов. Ну, я просто столкнулся, есть, допустим, какие-то молодые артисты, которые только-только начинают, у которых есть там пару треков. И кто-то знает этого артиста так, кто-то иначе. Кто-то на английском пишет, кто-то транслитом просто пишет, кто-то на русском пишет. Ну, с артистами совсем малоизвестными такая проблема быть может, но как только какая-то группа людей их начнет слушать, то они, скорее всего, определят правильное название, и дальше развиваться вот этот мусор не будет. А вот ты еще сказал по поводу того, что теперь каждый может править, да? Да, да. Ну вот какой-то тролль придет и начнет править мой плейлист. Нет. Твой контент, то есть то, что насобирал ты, там добавил себе альбомы, создал плейлисты на лайкал треки. Это никто не сможет, ну, поменять. А что можно менять? Можно менять… Ну, по сути, это дискография артистов. То есть вот если ты видишь, что у альбома плохая обложка, ты можешь загрузить на хорошую. Если ты видишь, что альбома или сингла нет, ты можешь его создать. Если ты видишь, что это какая-нибудь делюкс-версия, которая нафиг никому не нужна и только место занимает, ты можешь даже ее удалить. Вот. Спасибо. Спасибо. Спасибо.